Всем привет! Вчера я провела весь день в огороде, столько всего посадила, прям много дел сделала, даже те делала, которые не планировала. Сегодня усилился ветер, он такой ледяной, холодный, а вчера температура доходила, по-моему, даже до 24 градусов, было так тепло. А сегодня дует сильный ветер, я даже на ночь занесла герань, накрыла все огурчики, сейчас уж вечер, а Максим картошечку чистит. Накрыла все огурчики, петуньи понакрывала, ой, кстати, надо занести в горшочках. Я, когда мне Леша подарила на 8 марта драцену, я за нее тоже, как за ребеночка, прям переживала, волновалась, но сейчас мы нашли для нее идеальное место, у нее пошли новые перышки, и я ее поливала за все это время, после 8 марта, всего два раза. Первый раз после пересадки я полила, и потом прощупывала грунт, я почитала, что она не любит, когда ее сильно заливают, и корни начинают гнить. Вот, и прощупывала, прощупывала, у меня почва была не очень хорошая, грунт, который я купила, он стал плесневеть. И я купила фитоспорин, и пролила еще фитоспорином. Второй раз был вынужденный. Вот, ну и сегодня подкармливала петуньи после пересадки, и заодно немножечко подкормила драцену. Я так понимаю, ее вообще раз в месяц нужно поливать. Я, конечно, смотрю, насколько там почва просохла, но, слава богу, она уже прижилась, уже пошли новые листики, она распушилась. За нее у меня уже душа не болит, мы с ней уже нашли, так сказать, контакт. А вот с геранью, я понимаю, что герань должна быть неприхотливой, но все-таки ампельная, я думаю, будет немножечко капризная. Сегодня у меня появилась работа, сегодня, завтра, послезавтра я буду работать, а сегодня я еще запланировала уборку. Хочу сейчас вымыть полы, навести порядок, потому что за этими огородными делами я дом совсем забросила. Да и знаете, в ожидании установки окон не хочется там наводить какие-то генеральные уборки, прям супер порядки, потому что сейчас будут ставить окна и будет опять пыль. Вот, поэтому уборка у меня такая обычная, легкая, даже на Пасху я не убирала, там не вычищала, хотя шторы вот здесь на кухне постирала, не удержалась. Хоть бы нам эти окна поставили, хоть бы не было проблем, нужно будет в понедельник завтра прозвонить. И снова я для вас все записываю отрывками. И что касается окон, нам обещали окна установить до конца апреля, но уже конец апреля, я сегодня сама собиралась им позвонить, но они опередили. Позвонили, сказали, что из-за этого всего форс-мажора, из-за того, что сейчас перекрыли все, еще на месяц все задержится. В общем, я хотела узнать, начали вообще на каком этапе производства наши окна, но сказали, что деньги мы никак не сможем вернуть. В общем, остается нам только ждать. Напомню, что мы внесли 70% предоплаты, в общем, сглупили, сдурили, теперь есть повод для того, чтобы потратить свои нервишки. Ну, будем, в общем, думать, что все закончится хорошо, вот, по крайней мере, мы обратились не в самую дурацкую фирму, вроде как должно быть все хорошо. Будем надеяться, будем держать кулачки. Заплатили мы, заплатили мы 28 500 предоплату сделали, и сидим ни с чем. И ремонт наш остановился, потому что у нас упирается все в эти окна, потом нужно будет, я хочу с кабинета все перенести в зал, и дело здесь в кабинете, в ванне. Вот такие вот у нас дела происходят. Вот. Ну, не будем терять оптимизм, будем надеяться на лучшее. Если бы не вся эта история с карантином и невозможностью перемещаться между городами, к нам бы уже сейчас приехала в гости Лешина мама. Она давно мечтала и собиралась к нам приехать, и вот, наконец, когда собралась, купила уже билеты. Это было еще в начале весны, в конце зимы. Мы все были в ожидании, мы уже с Лешей придумывали маршруты, по которым будем возить маму на море, свозим в горы, покажем парки краснодарские. Но, к сожалению, произошло то, что произошло, и поездка отменилась, к сожалению. Но мы надеемся, что тут можно будет билеты перенести, и мама к нам приедет, уже когда это все закончится. Мама, мы вас ждем. А для того, чтобы вы точно к нам приехали, я сейчас покажу вам подарочки, которые мы для вас приготовили вместе с Васильком. Также я себе заказала вот это платье. Посмотрите на него в полный рост. Классно сочетается с джинсовочкой. Мне безумно оно понравилось. Бархатное, красивое, приятное на ощупь. Я сразу думала, что и по паркам, гулять с Лешей. Его можно надевать и с кроссовками, и с туфлями. Но, так как сейчас нет такой возможности, в Васильке нашлась альтернатива для домашней моды. Также я заказала себе носочки. Все эти товары были заказаны в Васильке. Ссылка, как всегда, в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. Вас ждет огромный выбор хороших, качественных вещей за приятную цену. Поехали? Мик, поехали? Кошечка думает, неужели ее куда-то с собой берут на машине, куда-то едет. Она такая счастливая. Мик, ты счастлива? Все, она приготовилась. Она всегда вот так сидит. И когда у меня спрашивают, почему я не беру ее на руки, ну, в общем, она же гуляет, у меня потом все ноги грязные. Мик, тебе хорошо? Ну, раз уж мы катаемся, я вам газет хоть поснимаю. Ой, и он резко закончился. Ну, я, как всегда, в своем репертуаре. У кого-то плантация под картошку. Почта. Продукты. Мечеть. А, это что? О, МФЦ. В газете даже МФЦ есть. Ну, да. Прикольно. Мои документы. Ну, это МФЦ. Не? Ну, там тоже комфорт. Угу. Это, наверное, управление. Типа центр здесь. У-у, скворцов сколько. У-у-у. Что-то чем дальше, тем чаще я вижу кубики. О, мы куда поехали. Все, Мика метит, ставит метку. Мика сейчас увидит реку, обомлит. Мик, ты куда приехала, Микуха? Мика в данный момент самая занятая женщина тут. Мы просили тебя не мазаться. Слушай, тебя такую грязную в машину пустит. Мика в данный момент самая занятая женщина. 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 Мико, ты где? Мико так смотрится на камеру, а то голова Мико Мико Иди в машину Звучит А вот школа в газете и рядом с ней детский садик А вдальней видны горы И море новостроек Новых домов построенных Вот этих домов, ну по крайней мере осенью точно не было Да и зимой не было Да, и зимой тоже не было А строятся тонкие-тонкие стены На один кирпич Хотя нет, вон это шлакоблок обложенный кирпичом И тоже близко-близко друг к другу Ну, шлакоблок там тоже тонкий 15-150 Все застраивается Скоро, думаю, здесь поле застроится Конечно А вон какая изумрудная зелень полей Нужно будет здесь как-нибудь на велосипеде покататься Ну а на этом всем всего доброго, всего хорошего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok